Здравствуйте, Александр Герсименко. В этом видео о том, как получить повышение к зарплате или повышение по службе. Давайте сначала доток я расскажу, что я понимаю, я расскажу то, чего я не понимаю. Итак, 95% людей работают по найму. Это подавляющее большинство. Буквально вся экономика, верхушка нанимающих людей, это работодатели, держится на основании этой пирамиды, это наемные работники. Это понятно. Вот далее мое понимание начинает реально плавать. Люди работают по найму, и работают они за деньги, делая то, что им не нравится. Мы к этому привыкли, верно. Но я это отказываюсь понимать, потому что ты отдаешь всю свою жизнь, делая то, что тебе не нравится, и зарабатывая при этом мало денег. Здесь это уже мое понимание, как ни смотреть, не укладывается. А вот далее я вовсе не понимаю. Итак, внимание. Большая часть людей работает по найму. Они работают и за денег, на работе которой им не нравится. И третье. Они понятия не имеют, как им зарабатывать больше денег. Люди обращаются к интернету, и интернет говорит, как им прийти к боссу и правильно построить с боссом беседу. То есть предпосылка такая – разговариваешь с боссом правильно, он дает тебе повышение по службе или повышение зарплаты. Разговариваешь с ним неправильно – нет. Это полная ерунда. Это полная, приполная ерунда. Знаете что, люди живут в менталитете, который говорит им, ты должен надеяться и просить, вместо того, чтобы думать и работать. Это два совершенно разные менталитета. И все советы сегодня, которые здесь вот витают, они от менталитета надеяться и просить. Нет-нет, нужно думать и работать. Я сегодня дам вам три конкретные инструмента, как получить повышение зарплаты. Если у вас эти три инструмента не получается воплотить, то вы до сих пор живете в менталитете надеяться и просить, а не вдумать и работать. Видео будет полезно тем, кто работает по найму, и будет полезно даже работодателям, чьи работники это видео посмотрят. Давайте, чтобы понимать, как мыслит работодатель, селимся сейчас его в сознание и проследим за тем, как он принимает решение, чтобы как-то потом понимать, как нам влиять на это решение. Итак, вы приходите в магазин и выбираете себе яйца. Есть яйца за 70 рублей, есть яйца за 100 рублей. При этом они одинакового размера, один тоже производитель и один тоже сыроугодности. Какие вы купите? Скорее всего, те, которые стоят 70, потому что разницы между ними нет. Теперь давайте сейчас живемся в сознании работодателя. Он выходит на рынок труда. И для него рынок труда – это такой же понятный ему рынок, и где он постоянно находится, как для вас рынок продуктов. Для него есть работники за 70 тысяч рублей, за 100 тысяч рублей, за 150. При всех равных условиях кого он выберет? Того, кто за 70. Потому что он мыслит такими же шаблонами, как мыслите вы. И все мы подчиняемся общим законам экономики. При равных прочих условиях мы выбираем тот, кто дешевле. Отсюда вытекает, есть только три правила, соблюдая которые, вы можете законно не просто попросить вашего босса о повышении в зарплате, а получить повышение вашей зарплаты. Первое. Помогите вашему боссу или основателю компании, или вашей компании зарабатывать больше денег. Точка. И здесь у меня огромное количество вопросов к людям, которые приходят на работу, что-то делают с утра до вечера, пьют кофе, вежливо здороваются, ублажают босса. Они не понимают, зачем они реально пришли. Все твои действия в итоге сверяются с, ты помогаешь компании зарабатывать много денег, либо не помогаешь. Если не помогаешь, ты просто занимаешь ту же самую маленькую ячейку, где ты был, которая тебе изначально была выделена, когда тебя нанимали на работу. Люди скажут, ну у нас нельзя помочь компании больше денег зарабатывать, я на другой должности. Именно поэтому в этой ячейке ты занимаешь это место. Пока ты будешь в этой ячейке делать ту же самую работу, из-за которой тебя туда нанимали, ты будешь столько же денег получать. Для того, чтобы выйти из этой ячейки и перебраться в лоток покрупнее, или там, где золотые яйца, или может быть даже ты станешь гусем, несущим золотые яйца, тебе нужно вылезти из этой ячейки и начать делать обязанности, которые не попадают в нее. Недавно был бой, я говорю недавно, он был видимо год назад, он впечатлил меня, впечатлил меня больше не сам по себе как событие, а больше как организация. Майк Тайсон и Рой Джонс Джуниор. Майк Тайсон легенда бокса, Рой Джонс Джуниор, это боксер, который был на первом месте паунд-фу-паунд, вне зависимости от весовой категории, это тоже легенда бокса. И оба этих легенды ушли с ринга с миллионами долларов, при этом, что нужно понимать, обоим им за 50. Они сегодня дали коню в лучшей форме, и сегодня есть, я сейчас скажу, видимо цифра будет объективна, десятки тысяч людей, которые способны победить их в ринге. Почему тогда им дали так много денег? Они ушли с миллионами долларов? Да потому, что они помогают компании заработать миллионы долларов. Майк Тайсон, высокомедийная персона, Рой Джонс Джуниор, этот бой был интересен фанатам бокса, и люди смотрели на него. Дело не в том, как справедливо тебе получить зарплату, в том, что есть другие боксеры, которые тоже могут сейчас боксировать, и дело-то лучше, чем сейчас Майк Тайсон. Не в этом сейчас дело. Дело в том, что эти два боксера помогают компании промоушену зарабатывать много денег. Все, поэтому немного получают. Это самое главное, это финальный критерий сегодня. Том Круз, как актер, он получает десятки миллионов долларов за фильм. А почему бы компании, которые снимают фильмы, не взять кого-то из массовки, не предложить ему миллион долларов, он с удовольствием снимется? Запросто. Почему бы и нет? Они что, такие глупенькие, платить кому-то десятки миллионов, если можно отдать гораздо дешевле? Да не глупенькие они, наоборот. Том Круз – это гусь, несущие золотые яйца. Мы, когда в кинотеатр идем или покупаем фильм, мы смотрим не фильм, который снял Universal Studios, либо другая кинокомпания. Мы идем на фильм с Том Крузом, потому что он помогает компании заработать так много денег, именно поэтому он столько денег получает. Это было первое правило. Хотите получить повышение к зарплате – помогите компании заработать больше денег. Пускай этот обмен будет объективным. Здесь простое правило. Помните, как Ломоносов говорил в химии – ни одно вещество не появляется и не исчезает бесследно. То же самое относится к деньгам. Если нам иногда кажется, что будто бы деньги исчезают бесследно, только потому что мы их не считаем. На самом деле они тоже появляются откуда-то и исчезают куда-то. Когда вы помогаете компании эти деньги зарабатывать, компания может ими с вами поделиться. Второй способ. Как получить повышение к зарплате. Помогите компании сэкономить деньги. И находясь ниже, гораздо к низу вашей компании, вы видите процессы лучше. Вы понимаете больше клиента. Вы знаете чуточку острее, даже на основании чувств, то, что происходит в вашей компании, чем знает руководство. И вы знаете, где можно эти издержки сократить. Тим Кук – это сегодня SEO компании Apple. Он перешел в компанию Apple, потому что Стив Джобс его переменил с компанией Compaq. Compaq тогда, кстати, была самая крупная компания по производству компьютеров. И уйдя в Apple, он ушел в большую авантюру, и он сказал, что это было лучшее интуитивное решение в его жизни, которое тогда выглядело довольно-таки глупым. Так вот, когда Тим Кук пришел в Apple, он увидел, что все производства Apple работают разрозненно. Не было никаких экономизов скейла, экономии масштаба. И Apple буквально терял деньги на их производстве. Что сделал Тим Кук? Он сделал бережливое производство. То, что сегодня делает Apple – это уникальная вещь. Задумайтесь даже о самом продукте. iPhone и Samsung. iPhone – это технологический, гораздо более простой девайс, чем Samsung. У него хуже экран монитора. В разы хуже. Просто посмотрите на два экрана, вы это увидите. У него в два раза меньше памяти. У iPhone в два раза меньше батареи. То есть сделать начинку, по сути дела, суть этого телефона, iPhone обходится гораздо дешевле, чем Samsung. Но при этом, то, что сам по себе iPhone проще технологический, чем Samsung, он гораздо дороже стоит. В этом функция Тим Кука. Он помог достичь такой экономии масштаба. И при этом так классно позиционировал свой товар, что он зарабатывает за предельные деньги. Сам по себе, как руководитель этой компании, у Тим Кука очень большая зарплата и очень высокие бонусы. Потому что помогает Apple экономить деньги. И если вы не можете сделать первое – помочь компании зарабатывать деньги, если вы не можете помочь компании экономить деньги, то третий случай вам покажется еще более трудным. Вам нужно будет нарастить влияние внутри компании и вне нее. Для того, чтобы команды внутри любой компании завершали проекты и действовали очень эффективно, нужно влияние. Нужен лидер команды. Люди так просто не будут оставаться после работы. Все эти вещи так просто не делаются. Корпоративная культура – это не просто свод написанных правил. Это правила, по которым живут настоящие люди. Если вы как лидер можете эти правила внедрять и заставлять людей жить этим правилом внутри вашего коллектива, вы очень ценны для компании. Потерять вас означает не просто расстаться с ценным сотрудником, а означает отдать сотрудника конкурентам, и там вы принесете пользу. Поэтому умная компания сделает все для удержания вас. Если вам сегодня кажется, что у меня все эти вещи не проходят, тогда вам нужно просто оставить вашу компанию, совершенно просто уйти из нее и проработать те же самые принципы в любой другой компании, нормальной, умной компании, которая способна оценить вашу способность зарабатывать в нее деньги, экономить деньги или дорастить влияние внутри вашей компании, либо вне нее. Если вы эти вещи сделаете, вам никогда не придется надеяться и просить, потому что вы сможете думать и работать. И так вам повысить зарплату и получите повышение по службе. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи.